привет всем дорогие подписчики и зрители канала с вами дарт и мы продолжаем играть star wars battlefront 2 2005 года и сейчас у нас будет филуция новая планета так это чё у нас получается айла секура у нас там будет говорили что 501 был лучшим проявлением войны как и худшим тоже на филуке и сепаратисты прорыли свои металлические шахты в грязи инопланетной дыры и осмелились напрямую бросить вызов республике мы атаковали лишь чтобы месяц за месяцем нас пожирали лежащие ночные хищники и проще что страшит меня в сети отрезанные от всех и позабытые нашим командованием вы свято верили лишь нашему командиру джедаю айле секури без ее железной выдержки никто из нас бы не смог сохранить ни рассудок не жизни в этой переделки но вместо нас она сама ушла из жизни но думаю без боли так отлично дают поиграть так все классы те же самые возможно только у некоторых немного иной внешний вид потому что когда меняется планета здесь как штурмовиков в первом баттлефронте меняется много внешний вид то есть там на зимней планете допустим 1 там так 6 оклеев здесь дополнительные режима есть для схваток это убийство вот этих тварей то есть просто выставить допустим возрождаются обычные клоны солдаты и возрождается оклеи и кто ну там там по убийствам вроде кто 200 убийств но вы сами регулируйте сколько убийств сделать допустим 100 убийств то есть допустим если оклеи 100 клонов убьют они как бы победили в этой схватке и прикол в том что можно играть за этих самых оклеев можно играть за вампу и там некоторых других тварей сразу с различных планет за джана сеансов допустим там так ну здесь я взяла ракетчика да потому что она на одну на две ракеты можно этого оклея убить оклей кстати был в третьем фильме если кто-то помнит здесь как бы все почти ролики из третьего фильма доберутся конечно перевод страдает ужасно то есть филу к или как-то так вот он назвал эту планету хотя эта филуция называется она секура она она секьюра на вроде как и так правильно произносится ну и у него много таких косяков видать чувак который переводил вообще нет звездных войнах не бум-бум тогда даже с обидно конечно хотя мне кажется это в оригинале не было такой таких роликов мне кажется это пиратки кто вот ее тело не вот туда вставили все это сами так сейчас наша задача это охраняет эти эти ой эти те и тогда получается не правильно называть это же все-таки войны клонов империи еще так ну тут сейчас дроиды лезут со всех сторон и атакуют наш шагоход наша задача про защитить его чтобы не здоровье броня полностью кончилась так вот они где засели все никак не привыкну что можно поменять класс до командор здесь подойдет все-таки нам нужно просто дроидов убивать вот он с этим отлично справляться точно уничтожаем их просит кто-то еще есть так ребят помогаете давайте лучше но конечно не хорошая позиция сверху они могут и нас закидать гранатами и обстрелять и так же шагоход так что нужно вот эту точку держать вообще хорошо чтобы не смогу тут пролезть так опа опа ползут ползут они железяки бидоны так пока неплохо так справляемся секунд осталось так ай-яй чем вот сейчас я ступил и нажал f2 да то есть это отменить хотя мог нажать f1 и сейчас побега за айлу секьюры так что уж и извините неправильно прочитал просто так ну я пожалуй возьму снайпер висим как видите вот так вот выглядит много иной расцветки но в целом все то же самое то есть оружие не меня хотя было бы забавно но все-таки это регулярная армия клонов у них такого дикого разнообразия в вооружении нет конечно мультсериале там раскрыли что у них различные есть оружие орудия это и минометы и пулемет такой в руках который держит такой как например там различные здесь хотя бы как быть и по регулярной армии стандартное оружие должно иметься на каждой планете у них должны так что сейчас там какие-то башни так ну пожалуй шаг охотно типа починили да и можно у него сесть здесь как видите и внешний вид у него немного другой такой детализированный как в первом баттлофронте и немного различное как сказать оружие то есть там он просто выпускал четыре типа мощных лазера до просто этих залпа плазменных да здесь получается у него вот такие маленькие лазерные пушки и мощно такая дополнительная атака которым почти все нарастут уничтожает нет а туман и поэтому далеко не ничего стреляем наугад тут еще эти бронетанковые дроиды вот опять мешается он прямо перед пушкой выскочил отлично также тут внутрь шага хода села пара клонов и они турели вы видите сзади работают они обстреливают сзади всех стоящих в принципе можно это и как и в первом баттлофронте это можно регулирует и сесть в кабину и взяли там если пострелять это запросто можно сесть и на верхнюю башню просто вроде колесико мыши нужно покрутить и вы можете в различные точки этого шикохода сесть в различных турелях также это работает на л.а.т. который десантный корабль там можно и пилотом быть и и сесть в эти боковые такие турели которые на чём таки стреляют отлично все, всех уничтожили сейчас можно просто добивать вот этих дроидов которые у нас тут есть отлично победили после того как 501 все же был отозван с филуки айала секура встретилась с каждым из нас и сказала что мы самые храбрые солдаты которых она знала как хорошо что каждый из нас был в шлеме иначе никто бы не осмелился посмотреть ей в глаза так так и сейчас у нас будет космическая битва ее тут пропускают потому что видать многие не умеют пользоваться не умеют летать либо считают этой битвы скучным поэтому дают шансы пропустить но в целом как по мне это наоборот когда вторжение сепаратистов на кашике застало республику врасплох подразделение 501 было выслано в попытке пережать эту рану до прибытия основных подкреплений это была самоубийственная миссия и мы об этом знали по мере того как мы боролись на подходе к кашику многие из нас думали что покинул планету только в погребальном саване и никак не иначе вот именно в этом баттлфронте тут все реализовано космические битвы вообще отлично насчет самого последнего второго баттлфронта нового я не знаю как там реализовано но вот сюжетная кампания там в принципе когда летаешь на сидах допустим там вообще нормально то есть очень-то все классно сделано и очень удобное управление и прочее ну здесь как бы оно такое простенькое поэтому простое я считаю там немного посложнее конечно всякие функции дополнительно вот эти вот турели которые у него типа на крыльях вот расположены кстати можно тоже уничтожать чтобы они по вам не палили просто мне кажется я быстрее уничтожу сам корабль чем я буду тратить время на эти турели так ну я походу взял истребители у него ракеты чисто против других истребителей только мощная а на корабле они вообще не действуют поэтому мне нужно что-то помощнее так вот этот у нас вроде бомбардировщик но я не уверен да и король ой ну да они летят не прямо чисто вниз все таки бомбардировщик же хотя я не уверен на самом деле вроде бы это истребитель то есть это не бомбардировщик но в этой игре его так сделали хрен знает почему да вот они уже нормально урон наносят так ракета ракета надо вернуться отлично кстати вот эта штука не всегда срабатывает то есть она через определенное время и может заново еще раз поэтому если у вас одновременно несколько истребителей запустят ракеты то боюсь вы вас уничтожат в любом случае тут тоже у него авто турели по мне работают хотя вроде насколько я знаю то можно когда ты высаживаешься на корабле зайти и сесть и управлять авто турелью то есть не летает в космосе ничего просто сесть за турель и уничтожить истребитель так опять в меня летят ракеты вот я нажимаю при этом у меня не срабатывало сейчас этот ворот кстати планета тоже реализовано хорошо сейчас он сработал когда мне уже не нужно по сути сейчас уничтожит меня совсем чуть-чуть хп осталось да добили так у него была АТ можно сесть интересно нет нельзя у него есть боковые турели и одна задняя то есть помимо меня пилота да будет еще возможность трех клонов посадить чтобы они там со всех сторон обстреливали врагов то можно реально так чуть-чуть не хватило офигеть тут ракет летает пипец конечно вот отлично уничтожили так теперь башню нужно уничтожить вот эти тяжелые турболайзеры так подлетаем закидываем а чёрт врезался сейчас меня по любому уничтожит какая-нибудь авто турель да вот она попала в меня так жалко что вот этих мало кораблей у которых мы обычно летали он типа очень мощный и здесь он недоступен чтобы свободно на нем гонять сколько угодно ну вот здесь он кстати истребитель неплохо работал все таки в фильме они все таки именно на этом саму проблем уничтожила башню когда пробирался на флагману графа дуку бомбардировщик там почему он просто завис в воздухе мне интересно вот кстати видите вот эти турели на самом деле они были на корабле не так расположены они получается на донгаром стоят который раздвигается но здесь в игре просто взял ну как мы вообще кошмары эти турели просто обстреливают я даже не знаю куда от них спрятаться а вон они где прям около этих башен расположены так попробуем немного вверх полететь сверху забомбить турель здесь авто турели до меня не достают вроде пытается попасть видите вот эти пролетающие у меня а ракет нет почему нет ракет ракеты не запускается что за фигня вот сейчас запустились но уже поздно блин прикольного джедаев вот эти вот истребители опять не сработал ворот но они как бы маленькие такие компактные и при этом они реально мощные мощные лазеры они только так и уничтожают истребители ну давай за пули отлично уничтожил так сейчас теперь он все таки можно в него сесть мне видать специальные не давали чтобы я не использовал раньше возможности бомбардировщик ну другой корабль подбил ну да ладно страшно истребитель так отлично посадили так и залезаем сюда так интересно как это позвать так кого-нибудь себе в корабль-то тучат кнопки тыкаю ничего не получается здесь я тоже ничего не вижу да нет это все таки если вы а фиг вас знают ладно полетели наша задача посадить в ангар вот это латы он своего рода это точка возрождения то есть я сейчас посажу его в тот корабль и у меня и у моих клонов да появится возможность респауниться сразу на базе это очень прикольно да допустим можно штурмом типа брать корабли то есть не обязательно летать там их уничтожать вот эти всякие истребители флагманы и прочее просто залетели и десантом как бы убиваете дроидов их же все равно какое-то определенное количество это здесь их он бесконечно на самом деле их там допустим будут у вас 150 на 150 да и вы просто прилетаете убиваете их они ничего не успеют хотя в принципе если вот так делать то они могут спокойно с помощью бомбардировщиков уничтожить ваш флагман или там еще чем придумать короче без разницы сколько вы там поубивали они смогут выиграть что уничтожаешь флагман ну все типа победа за тем кто это сделал так я чуть не понимаю я посадил прям туда куда нужно чему надо блин ладно давайте короче прям вообще вообще четенько сядем здесь кстати вот я открыл возможность я не знаю на всех она истребителей тут работает или нет но зажимаешь назад и он как бы не ускоряется вперед то есть он медленно вот так вот летает не знаю по-моему это такое латте у других истребителей хотя в принципе им же надо как-то тормозить потому что у них тоже есть такая штучка что мне так не нравится что все корабли дроидов вот здесь практически это сами дроиды то есть дроид истребители три файтер дроид вот на три дроида он называется который вот этот маленький трейд три двигателя три пушки только вот бомбардировщик здесь это корабль гривуса и он по сути да там нужен пилот а в остальном это все обычные дроиды которые здесь качество кораблей это странно конечно ладно я чуть психану не знаю я посадил туда куда нужно я думаю точку надо захватить а вот точка кстати светится таким знаком который теперь захватить невозможно так мы уничтожаем авто турели так вот задание выполнено отлично сейчас клоны начнут возрождаться через латте так наша задача тут уничтожать внутренней системы понятно я понял блин пипец я кидаю граната нет их убегают это неинтересно а да вам пофиг ну ладно мне тоже пофиг уберите куда хотите так это не смей в новый корабль стрелять я его еле посадил туда куда нужно да что ж с вами будет то ребята ну сейчас хотя бы клоны пришли они не помогут а блин я уже уничтожил авто турель так так это что это я делаю а это авто турели уничтожаю чтобы они не могли у них садить интерфейс автозащиты да авто турели отключу в общем все пошли нафиг ну сейчас стандартно вот это уничтожить я даже не знаю что это щиты что ли цистерное охлаждение ну хрен не знаю что он делает просто видать оружие орудие перегревается быстрее там и щит наверно перегревается на энергии много не хватает отлично хотя в прошлый раз мы уничтожали побольше вот награда кстати получил увеличение урона видите да то есть теперь я смогу гораздо быстрее убивать противников вокруг меня вот эта аура такая круглая и вот эти вот красные полосочки такие то есть я теперь еще убийца просто это дают за то что я там много чего уничтожил много кого убил за одну жизнь он умирал при этом так еще тут есть регенерация здоровья это очень прикольная вещь то есть если мы получили атаку вот эту величину да и дополнительно еще регенерация здоровья то вы реально просто бессмертный чувак надо постараться конечно получить давай все отлично уничтожили голокрон холокрон который тут написали было кроме доставить хотя по сути голокрон голокрон это у джедаев это вот там списки детей которые чувствительны к силе такие были у ситхов и у джедаев вот там типа только с помощью силы их можно как-то открыть вот так что здесь я бы не голокрон написал какие-нибудь данные то есть там забрать данные кэши и к там разве данные что-то ну план атаки я так понимаю так я конечно хотел сесть в другой корабль ну думаю ладно на этом улетим так ну чё вот они столпились около корабля и при этом не садятся в него ну и пошли нафиг я без вас полечу так летим на ускорение в меня сейчас никто не стреляет потому что авто турели отключены и это просто шикарно а они нам коммуникационную антенну уничтожили ой 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 а пожалуйста можно сесть фу слава богу когда паркуешься как боженька просто забавно я пожалуй пока уничтожит карабель чтобы не мешался тут как я кого-то убил как он там внизу стоял как его мои гранаты задели непонятно после того как 501 наконец-то прорвал блокаду над кашиком я еще долго наблюдал за яростным сражением которое продолжалось в ее небе и был изумлен тем что столь многие погибли из-за железного хлама затем я последовал приказом и сел на самой планете ну что ж на этом я заканчиваю данное видео надеюсь вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал вступайте в группу канала лайк со всех любителей звездных войн и этой игры всем всего хорошего до скорых встреч и всем пока